Договорники с Белым домом отменяются. В Маралага прошла закрытая встреча Трампа и спикера Майка Джонсона. Формально в ней обсуждались предстоящие выборы, но в реальности речь наверняка шла о стратегии блокирования украинских траншей, которые разворовываются социал-демократической партией. Отсюда и безвозвратные кредиты нелегалам в Нью-Йорке по 10 тысяч, а также полный пансион и выплаты по тысяче за 28 дней. Медицинское обслуживание по самому высокому стандарту и прочие подкупы нечистых на руку республиканцев в продвижении законопроектов. С этим что-то надо делать прямо сейчас, пока еще можно остановить. Именно Трамп своим влиянием не дает протащить в Конгрессе все эти демократические ништяки, поэтому и вызывает такую злость со стороны стеблишмента социал-демократов, которые задействуют против Трампа всю имеющуюся тяжелую артиллерию. Нэнси Пелоси, который утверждает, что все равны перед законом, а сама избежала ответственность за торговлю на бирже инсайдерской информацией, за что другие загремели в тюрьму, вовсе обвинила Трампа, что у него есть какие-то финансовые связи с Москвой, поэтому он как бы и не дает им возможность воевать с Россией. Трампа вовсю критикуют за отказ комментировать смерть Навального. Он в ответ заявил об остром кризисе внутри самих США с политизацией правосудия и попыткой закошмарить его прокурорскими атаками. А тут корпоративные медиа начали всерьез пытаться найти в письмах Навального выпады против Трампа. Дескать, умерший решительно осудил трампизм. Навальный действительно высказывался, что озабочен новым сроком Трампа, дескать, плохо для США. Зеленский всячески умоляет Конгресс выделить хоть какие-то транши, а заодно пытается затащить Трампа в Киев. Но безрезультатно, ведь Трамп уверен, что вся эта война началась с прямого договорника между Байденом, Зеленским и Путиным. Так что какой смысл разговаривать только с одной стороной? Демократы окончательно из головы ушли в геополитику и пытаются объяснить американскому обывателю значимость Украины, НАТО и фигуры Навального, про которого многие в США никогда не слышали. Трамп же делает ставку на реальные проблемы, нелегальную миграцию, преступность. А то, что случится в США, если, например, всем прибывшим нелегалам вдруг перестанут платить? Не перерастет ли это в очередной бунт, учитывая, что уже сейчас полицейские по полной отгребают от несчастных нелегалов, которых на всем предписано Демпартии почему-то жалеть? А ведь денег у них надолго точно не хватит. Они уже почти закончились за 8 месяцев буквальной атаки южной границы. Редактор субтитров А.Семкин